Доброе утро, дорогие друзья! 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 24 июня, пятница. Впереди два выходных дня, которые многие из вас постараются использовать по максимуму. И мы бы хотели напомнить, если вы сделали ремонт или просто решили обновить мебель, а сейчас находитесь в поисках качественной стильной мебели, тогда обратите свой звор на Вайон. Мебель, выполненная на заказ, относится к высшему классу изделий. Несмотря на достаточно высокую цену, она позволяет создавать уникальные интерьеры, полные гармонии и максимально рационально использовать каждый сантиметр помещения. Это особенно важно в малогабаритных квартирах. Воспользовавшись услугами профессионального дизайнера, вы сможете с легкостью вписать мебель даже в помещение сложной формы. А как показывает практика, при индивидуальном изготовлении, изделия существенно превосходят по своей надежности и прочности. Еще одним плюсом является привлекательный дизайн. Вы можете заказать производство мебели в любом стилистическом решении и любого размера. Можно создать предметы интерьера любых габаритов, что особенно актуально, если необходимо меблировать нестандартное помещение. Мы все это, мы всегда это подчеркиваем и всегда это говорим. Из программы в программу. Мне кажется, мы даже оскомину вам набили. Но говорим мы это, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. Просто загляните на страницу в инстаграм. Вавилон, нижнее подчеркивание, октубе. И все вопросы отпадут сами собой. Далее можно связаться с менеджером компании по телефону 8776-172-4040 или заехать сразу в офис в микрорайон Баттес-2, проспекта улицы Сдык, 18. Мебель, выполненная компанией Вавилон, всегда шедевр, на котором можно уютно разместиться, чтобы посмотреть и послушать интересную подборку по датам. Варклай-де-Толли Багратиона и Тормасова. Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск. 20 августа российский император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Кутузова, который и возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородином. А затем он, несмотря на решение оставить Москву французам, сумел создать для наполеоновской армии такие условия, что французы, не получив ни продовольствия, ни отдыха, вынуждены были отступать в сторону Калуги. Русская же армия под командованием Кутузова развернула малую войну силами армейских партизанских отрядов. Попытки Наполеона вступить в переговоры были отвергнуты, а в битве при Березине 26-28 ноября большая часть его армии была уничтожена. К концу декабря Наполеон был окончательно изгнан из России. В этот день в 1945 году состоялся исторический парад советских войск на Красной площади Москвы в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов Карельского, Ленинградского, Первого Прибалтийского, Третьего, Второго и Первого Белорусских, Первого, Четвертого, Второго и Третьего Украинских, Сводный полк Военно-Морского флота. В составе полка Первого Белорусского фронта особой колонной прошли представители войска польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями. Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Кроме того, здесь были военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры Орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. 36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей, несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами. Из Берлина также привезли Красное Знамя Победы, которое было водружено над Рейхстагом. Вслед за полками фронтов ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли, опущенные до земли, 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой эти знамена были брошены к подножию мавзолея. После парада они были отправлены в Центральный музей вооруженных сил. Еще одно событие, которое произошло 24 июня, но не связано с войной. В 1916 году именно в этот день был подписан контракт между актрисой и киностудией, сумма которого составила семизначное число. В Голливуде возлюбленная Америки Мэри Пикфорд подписала соглашение со студией Paramount Pictures на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов. Своё 35-летие сегодня отмечает один из самых выдающихся футболистов современности, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, Лионель Месси, аргентинский футболист нападающий клуба Paris Saint-Germain, капитан сборной Аргентины, лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины, семикратный обладатель золотого мяча, шестикратный золотой бутсы, воспитанник Академии Барселоны вместе с этим клубом, выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 лиги чемпионов UEFA, 7 кубков Испании, 8 суперкубков Испании, 3 суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов, чемпион Франции в составе Paris Saint-Germain Лионель Месси считается одним из самых известных спортсменов в мире, с 2006 года является одним из главных рекламных лиц компании Adidas, выпускающей спортивную одежду, с 2008 года является одним из самых высокооплачиваемых футболистов, в 2019 году Форбс признал аргентинца самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира в 2011 и 2012 годах, в 2020 году Форбс назвал Месси вторым в истории футболистом, заработавшим за карьеру более 1 миллиарда долларов. Вот и пришло время встречать с гостей. Сегодня их будет у нас много. Это спортсмены. Кстати, Исет, а ты увлекаешься спортом? Да, я в свободное время, я вот сам играю в большой теннис. Большой теннис? Почему именно теннис? Не знаю, как-то вот с детства началось с этого, и вот до сих пор продолжаю для себя. Ну, я знаю, что сейчас мужчины чаще выбирают какую-нибудь борьбу. Ну, раньше вот занимался карате, вот лично в своих интересах. Тоже, значит, все-таки был такой. Был, да. Ну, а наши сегодняшние гости расскажут, как они пришли к спорту, ведь всегда интересно. Они от любительского спорта пришли к профессиональным боям или изначально шли по этому пути? Что их заряжает? Только ли воля к победе? Или здесь можно еще и заработать? Ну, что ты всегда сводишь все к деньгам. Ведь это хоть и имеет значение, но не прям важно в наше время главное здоровье. И не только физически, но и психологическое. И если вы не хотите получить стресс при сдаче отчетов в налоговый орган и другие ведомства, то доверьте свою бухгалтерию профессионалам из профсервиса. А сейчас они предлагают комплекс работ. Финансовый учет – это не только помощь бухгалтерии учетом и финансами, но и восстановление учета, аудита. Также к ним можно обращаться по вопросам продаж и обучению персонала. А еще самое важное на сегодня – это продвижение СММ и создание контента. Финансовый учет – это язык бизнеса. Если вы не отслеживаете финансовые показатели компании, вы не знаете, как их улучшить. Есть три основных финансовых отчета. Первое – это бухгалтерский баланс. На нем основывается оценка положения ваших финансов в данный момент. То есть благодаря бухгалтерскому балансу мы можем хорошо видеть состояние дел в текущий момент и чистую стоимость компании. Второе – отчет о финансовых результатах, он же о прибыли и убытках. Помогает нам увидеть чистую прибыль после учета всех расходов, налогов и так далее. На основании этих данных становится гораздо проще принимать управленческие решения. А вот третье – отчет о движении денежных средств. Деньги у нас двигаются в двух направлениях – в компанию, приход, и из компании – расход. Этот отчет поможет вам ставить и корректировать планы. Планы обычно создаются во время кризиса, но нужны они до него. Итак, просто набираете цифры 8 771 858 99 29 и получаете более подробную информацию в офисе профсер, нижнее подчеркивание, консалт. Это их инстаграм-страничка. Но что-то мы заговорились о деньгах. А вот как с финансами и с остальными сферами деятельности будет у знаков зодиака сегодня. Узнаем из следующей подборки. Астропрогноз на 24 июня Овен День провокации, грубости. Этот день считается критическим. Овнов могут вынудить эмоционально реагировать, беспокоиться, нервничать, оступаться. Сконцентрируйтесь сегодня на цели, принимайте решения, преодолевайте препятствия, возникшие перед вами, не навязывайте никому свою волю и не подчиняйтесь чужой. Телец День символизирует общение, встречи, новые знакомства. Вероятно, в жизни тельца появится кто-то очень важный и дорогой. Он может круто изменить привычный уклад жизни догматичного тельца. Можно не сомневаться в том, с кем вы сегодня познакомитесь. Вам нужно лишь найти в себе силы изменить привычный образ жизни и, может быть, отказаться от вредных привычек. Близнецы Во взаимоотношениях между родителями и детьми, в семьях близнецов, все должно сложиться превосходно. Ребенок благодарен своим родителям за помощь и поддержку, он постарается оправдать высокие ожидания. Все будут уважать друг друга. Тем, кому нравится общаться с друзьями, тем, кто любит поболтать и повеселиться, просто необходимо сегодня поехать в гости к дальним родственникам или знакомым. Все получат от этого громадное удовольствие. Рак Как бы ни складывалось в вашей жизни сегодня, этот день оставит о себе замечательные воспоминания, окажется интересным и необычным. Если вы будете отсиживаться дома и бояться что-либо менять, то совершите ошибку и многое потеряете. Лев Прекрасное время для планирования и аргументированного отстаивания своих идей в кругу единомышленников, хорошо укреплять дружеские связи, а также отношения с покровителями и спонсорами. Дева Неблагоприятный день с чередой неприятных событий и в личной, и в профессиональной жизни. Научитесь использовать в своих интересах даже негативные моменты. Прямо смотрите в лицо обстоятельствам, пренебрегая всеми второстепенными тонкостями. Весы Пора серьезных провокаций и разочарований, особенно в любви. Все против вас. Взаимопонимания даже между самыми близкими людьми полностью отсутствует. Исход различных споров непредсказуем. Будьте предельно осторожными. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите. Отложите важное семейное мероприятие. Скорпион Вам гарантированы регулярные финансовые поступления, однако свои доходы вам придется активно защищать. Будьте внимательны при выборе партнеров и при подписании контрактов. Составьте подробный и точный план своей деятельности. Старайтесь придерживаться его до конца года. Стрелец Не исключено, что значительно возрастут организаторские способности большинства стрельцов, что будет в немалой степени способствовать их материальному благополучию. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Ваше стремление все время играть ведущую роль в коллективе поможет вам развиваться и добиваться успехов. Козирог Обстоятельства этого дня могут столкнуть вас с проблемами дома. Многих заинтересуют вопросы эмиграции, смены места жительства. Не стоит опрометчиво ставить свои подписи под соглашениями и договорами. И вообще есть смысл перенести подписание договоров. Водолей В начале дня вы сможете совмещать разные виды деятельности. При этом у вас будет возможность управлять делами, буквально не выходя из дому. Важными окажутся вопросы недвижимости. Советуем вам посвятить этот день сбору и обработке информации, расчетам, письмам и установлению связи с полезными людьми. Можно успешно наладить партнерские отношения в процессе совместных обедов и пикников. Рыбы Не исключено, что в первой половине дня вы будете преодолевать препятствия. Сегодня ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения. Продолжаем дарить хорошее настроение этим утром в пятницу 24 июня. Ну, я думаю, что подхватят волну хорошего настроения наши сегодняшние гости. Итак, у нас сегодня в студии. Да, сегодня у нас в студии Азамат Маркабаев, старший тренер по ММА и также организатор Степа FC. И его подопечный Дамир Бикетов, победитель боя Степа FC. Доброе утро. Здравствуйте. Спортсмены в студии были очень давно и особенно рады приветствовать вас, поскольку у вас сфера деятельности и вид спорта такой. Не помню, по-моему, последний раз был Гойти Дазаев на студии, с которым мы записывали интервью. Я очень рада, что вы его коллеги по цеху. Азамат, наверное, начнем с вас, потому что вы являетесь одним из организаторов боя Степа FC. Расскажите, пожалуйста, где проходило, сколько участников было. И вы, если один из организаторов, кто еще был? У нас, да, я организатор и у нас Дазаев Войти. Он тоже. Мы вдвоем открыли в Акчубинске впервые Степа FC. Мы первый турнир провели 16 декабря 2021 года. А это в июне 17-го мы провели уже второй ивент. Второй ивент у нас... Гости были ближайшие. Атрау, Ахтау, Уральск. Надеемся, вот сейчас уже все интересуются с других городов, с Алматы, с Устаная, с Ускамановым. Пацаны тоже пишут, хотят участвовать. Хотим тоже в августе, в конце июля или в августе третий ивент провести. И даже с Грозного сейчас пишут, хотят там молодые чеченцы, хотят выступить у нас в организации тоже. Видели в инстаграм. Ну, получается, что поддержали, в принципе, спортсмены и бойцы действующие западного Казахстана. Как Астана, Алматы. Я помню, в прошлом году они вроде бы участвовали. Вот 16 декабря, канун Дня Независимости. Да, да, да. С Алматы один участник был, с клуба «Дартим». И был у Сускамана двое. Тоже в главном бою чеченец. Он проиграл нашему актюбинскому спортсмену. Ну, мы радуемся, соответственно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы гость выиграл все-таки. Да, да, да. Но, как вы говорите, у нас актюбинский цех бойцов. Правда у нас, вот, не то что по Казахстану. Мы известны по всему миру. Сейчас у нас вот Джалаж Могулов, Сергей Морозов. В Америке, в Американ Ток Тим тренируется. И представляет нашу страну уже в Америке. В ЮСИ, самой большой организации в Америке. И вот мы с Готи Дозаевым решили, подумали. У нас кудрится бойцов. Много бойцов у нас, которых мы посылаем в другие страны. И думаем, почему же нет, мы в нашем городе открыть такой промоушен. И своих же бойцов там обкатывать. Вот для этого мы открыли этот промоушен. Будем развиваться. Сейчас Дозаев Готи сам действующий боец. Я тоже сам действующий боец. Но по причине травм я уже год как не выступаю. И вот Дозаев Готи сам выступает тоже. У него уже бой примерно. Но мы вот этот промоушен хотим развести. Ну на самом деле в прошлом году это было шоу. Это было очень красиво. Это прям вот уровень республиканского и мирового. Но как в этом году прошло, не успела посмотреть. Поэтому мы записываем интервью уже после боя. Вообще по идее планировала, что накануне. Дело в том, что в связи с тем, что вы являетесь организаторами, времени не было уже приехать в студию. Поэтому записываем интервью прямо уже после боя. Но все-таки хотелось бы узнать, помимо Дамира, сколько ребята принимало участие. Если я правильно поняла, Дамир выиграл это раз. А во-вторых, он ваш подопечный это два. Ну и в целом еще победители. Потому что наверняка у каждого все-таки... Каждый выступал в своей возрастной группе. Да, и в своей весовой категории. Да, да. У каждого... У нас 18 плюс мужчины. И весовая категория разная. ММА у нас 57-62. Делится по 5 килограмм. Разница весит. Дамир выступал на 62 килограмма. У него соперник был Сатрау, Денид Хан, чеченец он. Тоже призер мира он по грейплингу. Тоже такой нелегкий соперник был. Но Дамир одержал победу досрочно в первом раунде. Удушающим приемом. Ну, Дамир, может быть, у соперника, конечно, и тоже регалии немалые. Но тем не менее, мы вас представили немного скромно, что вы победитель именно этого боя. Но у вас за плечами, если я правильно поняла, очень много регалий других и участия в различных соревнованиях. Расскажите, пожалуйста, о более-менее значимых для вас. За какой период смогли вот такой бой? Какой багаж, наград получите? И как давно занимаетесь вы именно этим видом спорта? Уже тут, чел да нет. Почему именно ММА? Допустим, не знаю, футбол сейчас очень популярный, поскольку все-таки визитная карточка Акцентской области. В КАК-ТУБе волейбол есть, не знаю, хоккейный клуб есть, что еще? Ну, другие виды борьбы. Блин, возьми вас ММА спорт, нет? То есть вы пришли сразу изначально 4 года назад сюда. То есть вы не занимались ранее другими видами спорта, а потом как-то перешли? Да. Я в Турчилбурн, мы с ММА гелем, жикпи-жикке. Блин, что жикпи-жикке отцем, то жикпи-жикке отцем. Азамат сразу стал вашим тренером или нет? Он был, да, алгаших тренер, жикпи-жикке отцем. Сейчас Азамата има гелем. Азамат, ну, наверняка вы приходите на, ну, когда тренировки проходят, и выбираете самых лучших. Так, нет? Нет, не так. Они, отбор проходит у нас в области. Мы отбираем их в области. Все не просто так вообще? Нет, они все участвуют в областном отборе. Мы отбираем чемпионов. И отдельно сборные у нас от Тюбинской области уже тренируем отдельно их. Уже больше нагрузки, больше, ну, уровень другой уже. Они вырастают. И мы их готовим уже на чемпионат Казахстана. Многие из учеников, они сейчас сборные Казахстана, готовятся на Азию, мир. Домир не исключение, тоже бьются на Азию будут готовиться. Ну, они отборные Ак-Тюбинской области представляет наш город Ак-Тюбинск. Направление деятельности в спорте очень сложное, мне кажется, самое травмоопасное и так далее. Как родители относятся, как родственники относятся, как друзья реагируют? Я жахсах миссик, а нам паснахарсот, паснахарсот, травмоласы, митинск. Мамы самые такие, да, переживающие, соответственно, они, наверное, приходят к тренеру и с ним тоже начинают беседовать. Все-таки женщины есть женщины. Родители мамы. Мамы сейчас сильно пикают. Но они мужчины, они должны себя уметь защищать. Вы, у вас сейчас тренируется сколько таких вот ребят, которые подают хорошие надежды? У нас сборная Ак-Тюбинского области, как я говорил, весовой категории, по два человека сборная. Девять весов, восемнадцать человек. А всего, сколько участвовало в степ-эфси? У нас было... В общей сложности. Четырнадцать боев. Четырнадцать. Двадцать восемь бойцов, значит, по паре. С Атраву. Вот главный бой у нас четыре боя был. Вот Дамир Екатерев, он Атравовский выходил. Потом тоже с нашего же клуба. Он и Дамир является в нашем клубе, Еркен Кош, который представляем и мы. Они, Еркен Кош, молодежь у них, юноши. Вот там же у нас Аманжолова Газис. Сейчас он уехал просто родственником России, Самару. Не мог присутствовать. Я его тоже хотел позвать. Он тоже одержал победу. Тоже боец Еркен Кош. И Душан Испол, он тоже странировал. Так что он, оказывается, на Сити живет, там не успевал. И тоже хотелось бы, чтобы пришел. Он тоже действующий боец. Вот они трое сейчас. Еще две девушки у нас. Кульмира Азатпекова и Динара Япова. Они тоже мастера спорта, призеры мира Азии. Все титулованные, несмотря им, что 18 лет. Однозначно, в этой студии девушки должны быть. Потому что всегда хочется узнать. Понимаю, что молодые люди, да, почему они приходят в этот спорт? Почему занимаются в целом спортом? Ну, мужчины, они должны быть выносливыми, сильными, да. За плечами которых мы, девушки, можем спрятаться. Девушки почему приходят в этот вид спорта? ММА, это для меня, не знаю, это очень серьезно, сложно и опасно. Не знаю, эти две девушки, они прошли 16 лет в спорт. Они начали тренироваться и сами выбрали эту дорогу. Они сейчас сами учатся у нас в Жубаново, в спортфаке. Они намеренно идут, хотят выступать. Я их уговаривал, ну, с родителями разговаривал. В данном случае вы уже разговаривали с мамой, да? Да, они наоборот, у них это стремление, хотят выступать и все. У нас и 16 лет тоже есть одна. Жанна Каскинула, она тоже сейчас в Алмату, в Академию спорта поступает. Она 11 класс заканчивает. Тоже такая же. Она уже четко по направлению пошла. Да, они все, вот, три девчонки, они по направлению ММА сами идут. Вот вопрос, наверное, более организационного момента. Уже прошел второй ивент с ТВФС. Наверное, уже намного легче, когда уже есть опыт после декабря насчет организации. Как вообще по сравнению с декабрем, как прошел второй ивент? Вы сами остались довольны? Да, конечно. Улучшения у нас есть, по-любому. С первого ивента на второй уже у нас много улучшений, много работы сделано. И зрителям понравилось, многие там пишут, звонят тоже. На третий ивент мы будем готовить еще больше грандиозные планы у нас. Хотим поезд поставить. Поезд? Да, два пояса весовой категории на 62 и 66 гран-при будет, там 16 бойцов будут оспаривать этот пояс. Вот хотят оспаривать этот пояс по всему Казахстану, вот и хотят с России приехать, с Узбекистана, с Кыргызстана тоже. 16 бойцов соберем, это интересно будет. А вот третий ивент, вы уже оговорились, какие даты приблизительно, когда это будет? Вот я сказал, юль, конец юли или август. То есть все равно летом будете проводить, не так, что в августе? Нет, сейчас друг с другом далеко ничего не будет. Мы вообще в декабре, мы хотели в январе проводить, в феврале, просто январские события, и мы остановились. У нас и разрешение не давали к этому, чтобы собирались люди и не смогли. Вот летом начали. Да, потому что это достаточно зрелищно, и мне кажется, тот, кто хочет посмотреть, даже понаблюдать, это зрительный зал, как обычно, полный. Даже на взвешивание, по-моему, было очень много народу. Я, по крайней мере, помню, по прошлому году это было очень много народу. Да, да, мы Кириан-Сити делали, Face of Face. Народу много собралось. Каждый хочет прийти, посмотреть на чемпионов и спортсменов своих, естественно, и поддержать своих. Сейчас тенденция интересна, развивается, чем футбол, сейчас ММА уже больше, развитием больше, идет вперед, вперед. Это зря я все-таки в начале, да, до миру приводила в пример, все-таки эти виды спорта. ММА тоже. Он не такой травмоопасный, как футбол. Футбол считается самой травмоопасной. ММА идет четвертый, четвертый или пятый по травмам получают. Они готовы, бойцы, они готовятся к этому, и они меньше травм получают, чем не подготовлены другие бойцы. Ну, я всегда Гойте Дозаеву признаюсь, что я никогда не смотрю этот бой, потому что я уже смотрю после по результатам, для меня не знаю. Это, ну, знаете, я, наверное, как и все девушки, все-таки понимаю, что зрелищность и зрелищность, но, тем не менее, для нас это немного страшновато. Ну, я знаю философию Гойте, он всегда говорит, несмотря на то, что он действующий спортсмен, да, и приглашает разных. Тем не менее, когда наступает конфликтная ситуация, ну, в различной сфере деятельности, в различных ситуациях, он говорит, я всегда остаюсь в стороне. То есть, Дамир, как вам в жизни вот спорт, он каким-то образом помогает, не знаю, выяснить отношения? Все-таки подростки есть подростки? А, жук. Мен кучи детту лису, он да я не жук. Менитектерники те, сетка де. Солжахтая, хишкен векцируем да. Ну, одноклассники, знакомые, друзья, в любом случае, они же знают, что вы занимаетесь спортом, и знают, что вы можете не только постоять за себя, но и за своих друзей. Нет. ММА, которые, юноши, которые занимаются ММА, они в себе уверены и знают, что они, как считается, холодноружие. Мы им тоже доносим это все. Объясняем. Объясняем, говорим это, что вы считаете холодным, холодноружие. Лучше языковым объяснить. Мы не одобряем это, что на улице кто-то дрался с наших подопечных. Только в тренажерном зале. В вашем случае, в спортивном, наверное, зале, правильнее будет сказать. Да. А тренировочный процесс, Дамир, расскажите, как строится? Вот накануне боя тренировки наверняка каждый день и по два раза в день даже. Сложно. Там есть все-таки у вас определенное питание, знаю. То есть, как-то вы строго придерживаетесь всего этого. На них тоже распространяется это азамат? Нет. Они юноши только начинают. Мы профессионалы, которые старше. У них все по питанию, все смотрится. Витамины. У них сейчас, они только начинают свой путь. Но они хорошо идут, чем мы. Почему? Мы поздно начинали драться. Мы поздно достигли тех результатов, которые сейчас они достигли. Они впереди идут у нас. Они лучше будут в нашей версии. Дамир, ну, я понимаю, что вы скажете, что, конечно же, азамат в первую очередь, да, но тем не менее, может быть, у вас есть. Всегда мы смотрим и берем примеры с других спортсменов, да. Может быть, у вас есть какой-нибудь такой вот спортивный идол, до уровня которого вы хотели бы подтянуться. Ну, азамат, да, действующий спортсмен и, соответственно, действующий боец. После травмы сколько еще должно пройти время? Вот год прошел? Еще, да, требуется? Еще год. Еще год. То есть пока фолпом? Пока я занимаюсь тренерской деятельностью. И наблюдаете за тем, что происходит на мировой арене? Да, и промоушен провожу с ТПСИ. И тренерские деятельности их готовлю. Вот сейчас у нас выход летом. Азия будет. Две Азии. Потом в ноябре уже миры начнутся. И сейчас, думаю, наши спортсмены Ак-Тюбинской области возьмут хорошие места. Да, на самом деле Ак-Тюбей – это кузницы, мне кажется, спортсменов. Именно Ак-Тюбинцев гремят по всему миру, что, конечно, не может не радовать. Огромное вам спасибо за то, что воспитываете такое вот поколение, которое занимается здоровым образом жизни. Потому что для нас, прежде всего, спорт – это здоровый образ жизни. То есть ребята не гуляют по улице, не занимаются чем попало, они строго в спортивном зале. И даже родители, они будут спокойны за него, понимая, что рядом такие наставники и воспитатели. Спасибо вам огромное. Конечно. Напомню, что сегодня у нас в студии был Азамат Маркабаев, старший тренер по ММА, организатор промоушена СтепФС и Дамир Бекетов, победитель боя. Поздравляем еще раз вас. Огромное вам спасибо за сегодняшний эфир, за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не бегать по городу, а найти все в одной локации. Огромный выбор качественной мебели, текстиля можно найти только в магазине Туркеви. Они всегда радуют своих клиентов гибкой системой скидок, разнообразием расцветок и импортными комплектующими материалами. А богатый ассортимент уникальных и качественных товаров прямиком из Турции не оставит вас равнодушными. Пледы, скатерти, кухонные полотенца, мебельные решения, текстиль, декор и многое-многое другое. Их адрес проспект Санкибай-Батыра, 24Т. Телефон 8-775-332-3407. А вот их инстаграм просто и очень легок. Туркеви. А сейчас у них акция. Рассрочка в 12 месяцев. Торопитесь, такого ассортимента качественной продукции по приемлемым ценам в нашем городе нам не найти. Ну что ж, друзья, на самом деле лето очень актуально, это тематика, поэтому даже для моего соведущего, я думаю, будет на заметку. На этом мы с вами прощаемся, но уже надолго. Прощаемся на целую неделю. В понедельник вас в этой студии встретят наши коллеги. Редактор субтитров А.Семкин